На самых ледяных остановках Челябинска нужна особенная техника торможения и разгона. Например, на Краснознаменной. В одну сторону автобусы и троллейбусы начинают тормозить за квартал. Ну а если ехать в горку, нужно хорошенько разогнаться и целиться в конец остановочного комплекса. Иначе в лучшем случае застрянешь в худшем ДТП с полным салоном пассажиров. Здесь происходило невозможное. Два дня здесь стоял такой гололед. Не подъехать к остановке, не отъехать было невозможно. Подъезжаешь, прям в натяг, в натяг троллейбус, останавливаешься и вот бочком, бочком раз, вроде остановился. Посадил быстро пассажиров, начинаешь трогаться и потихонечку, потихонечку тянешься, тянешься. После каждого даже маломальского снегопада ледяной квест начинается не только у водителей, но и у пассажиров. Нужно точно угадать, где остановится транспорт. Ну и добраться до него через снежные надолбы и ледяной накат. Когда садишься в общественный транспорт, вчера людей столько много падало, это ужасно. К транспорту никак не подъехать, они скользят и стараются дальше от остановки остановиться. Вот в таком состоянии у нас городские остановки. Жалобы в редакцию приходят изо всех районов города. Люди падают, а автомобили бьются. В ДТП попадает и городское имущество. Транспортники рассказывают о 15 авариях с участием автобусов за последние пару дней. Страдают все. От этого страдают все. И автобусы, и троллейбусы. Дорожных было за эти два дня много. Я даже не могу сказать. Знаю, что на Косарево, остановкой выше, два автобуса стояли зелененькие, новенькие, друг в дружку уехавшие. В ночь на пятницу на Комсомольском первый ряд посыпали реагентами. Но, как обычно, не убрали за собой. Так что возле бордюра фирменная челябинская грязевая каша. А в советском районе, видимо, посмотрели прогноз погоды и решили два раза не вставать. Лед лежит вдоль всей улицы Доватора. Зато на словах уборка идет полным ходом. Многие подрядчики боятся использовать реагенты на улицах из-за недовольства горожан. Но вот дорожные эксперты утверждают, вопрос не в том, посыпать или нет, а в том, что при уборке нужно применять здравый смысл и давно разработанные нормативы. Проверенная рабочая схема – убрать снег, согнать налить реагентами, провести чистовую уборку. Иван Абросимов, Сергей Олейник, 31 канал.